Чтобы приступить к изучению следующих уроков, мы должны научиться работать с клавиатурой. В этом уроке мы научимся основам ввода текста с клавиатуры. Все наши эксперименты мы будем проводить в стандартной программе блокнот. Но сначала давайте посмотрим на обычную стандартную клавиатуру. Перед нами самая обычная клавиатура. У обычной клавиатуры есть две раскладки – русская и английская. Мы видим, что большая часть кнопок клавиатуры имеет двойное, а то и четверное значение. Что все это означает? Во-первых, красными буквами и символами обозначается русская раскладка. Черными – английская. Цветами в основном различаются буквы и некоторые символы. Цифры разделять цветами нет смысла. Те кнопки, которые имеют только один цвет – черный, будут одинаково выполнять свою функцию вне зависимости от того, какая раскладка у вас выбрана. на клавиатуре есть вспомогательные кнопки, такие как «Ctrl», «Alt», «Shift». На обычной клавиатуре эти кнопки есть по обеим сторонам. Самая длинная клавиша на клавиатуре – клавиша «Пробел». Самая толстая клавиша – клавиша «Enter». А теперь давайте перейдем от теории к практике. Запустим программу «Блокнот». Нажмем кнопку «Пуск», выбираем все программы, затем «Стандартные», и щелкаем один раз левой кнопкой мыши по программе «Блокнот». Блокнот – это простейший текстовый редактор, в котором очень хорошо учиться работать с клавиатурой. Первое, на что мы обратим свое внимание – это намигающий маркер. Это очень важный элемент, всегда помните о нем. «Где этот маркер установлен, там и будет вводиться текст». Это правило номер один, которое нам нужно усвоить. Правило номер два – раскладка клавиатуры, то есть на каком языке вы хотите осуществлять ввод текста – на русском или на английском. В правом нижнем углу рабочего стола, на панели задач, есть маленькая панелька. Называется языковая панель. Она показывает текущую раскладку. «Ру» значит «русская», «ин» значит «английская». Если у вас такой панельки нету, попробуйте установить ее. Нажмите правой кнопкой мыши на панели задач, выберите «панель инструментов» и убедитесь, что установлена галочка напротив языковой панели. Если ее нет, щелкните на значение «языковая панель». она должна появиться. Итак, менять раскладку очень просто. Надо щелкнуть по языковой панели один раз левой кнопкой мыши и выбрать нужную раскладку, опять же щелчком левой кнопкой мыши. Менять раскладку можно с клавиатуры. Делается это нажатием «Сочетание клавиш», «Альт», «Шифт». То есть одновременным нажатием сразу двух кнопок, «Альт» и «Шифт». Нажимать их можно по-разному, можно сразу две. Можно сначала одну, допустим «Альт», и не отпуская ее, нажать вторую. Если у вас не получается, попробуйте сочетание клавиш «Контрол-шифт». И обязательно запомните это сочетание. Итак, давайте установим русскую раскладку. Сделайте это с помощью клавиатуры или мышкой. Добейтесь появления значения «ру» в языковой панели. Теперь давайте напишем следующий текст. «Шифт». Как все это печатать? Заглавные буквы получаются с нажатой кнопкой «Шифт». То есть зажимаем кнопку «Шифт», а потом нажимаем букву. Все очень просто. Но есть один маленький нюанс. На клавиатуре есть кнопка под названием «Caps Lock». Если эту кнопку нажать, то весь текст автоматически будет печататься заглавными буквами. Так что, если у вас текст печатается заглавными буквами, выключите этот режим нажатием кнопки «Caps Lock». Справа вверху есть индикатор. Такая зеленая лампочка. Если средняя зеленая лампочка горит, значит режим заглавных букв включен. Чтобы выключить его, нажмите кнопку «Caps Lock». Лампочка погаснет. Итак, нам надо, чтобы лампочка не горела, чтобы был выбран обычный режим ввода. Начинаем печать. Зажимаем кнопку «Shift». Не отпуская, нажимаем букву «З». Появляется заглавная буква «З». Дальше печатаем просто нажимая на буквы. Если вы хотите стереть букву, находящуюся слева от мигающего маркера, нажмите кнопку «Backspace». Теперь поговорим о том, как поставить запятую. Обратите внимание вот на эту кнопку. Очень необычная кнопка с четырьмя символами. Давайте на примере этой кнопки разберем общий принцип ввода символов с клавиатуры. Итак, эту кнопку можно поделить на четыре части, так как здесь изображено аж четыре символа, а кнопка всего одна. Как же нам получить желаемый символ? Во-первых, то, что написано слева черным цветом, это относится только к английской раскладке. Давайте сразу посмотрим на примере. переключимся на английскую раскладку. Сделаем это мышкой или сочетанием клавиш «Alt-Shift» и просто нажмем на эту кнопку. Напечатался знак «Косая черта». Мы видим этот знак в левом нижнем углу этой кнопки. Нижняя часть – это нижний регистр. То есть этот знак мы получаем простым нажатием на кнопку. А как же нам получить верхний символ, знак вопроса? Верхний символ – это, соответственно, верхний регистр. Такие символы мы можем получить, используя все ту же кнопку «Shift». Попробуем. Зажимаем «Shift» и нажимаем на эту же кнопку. Получается совсем другой символ – знак вопроса. Напоминаю, что сейчас у нас выбрана английская раскладка, и поэтому эта кнопка может выдать нам только эти два символа в левой части, «Косую черту» и знак вопроса. Символы в правой части красного цвета будут доступны нам только в русской раскладке. В чем мы сейчас убедимся? Стираем эти знаки, нажав пару раз на кнопку «Backspace». Переключаемся на русскую раскладку. Делаем это с помощью мышки или с помощью сочетания клавишной клавиатуры, «Alt-Shift». Теперь у нас установлена русская раскладка. И эта кнопка имеет два совершенно других значения, которые находятся справа. – это, соответственно, точка, нижний регистр и запятая, верхний регистр. Если мы просто нажмем на эту кнопку, поставится точка. запятая. Чтобы получить запятую, нужно использовать кнопку «Shift». Зажимаем кнопку «Shift» и нажимаем на эту кнопку. Получаем запятую. Сейчас сотрем эти два знака, нажав кнопку «Backspace» и нормально поставим запятую. По правилам набора текста запятая ставится сразу за словом, без всяких пробелов. Ставим. А вот уже после запятой пробел нужно поставить обязательно. Нажимаем кнопку «Пробел». Теперь можно печатать дальше. Но перед тем, как печатать дальше, давайте научимся перемещаться по тексту и исправлять его, если нужно. Я специально сделал ошибку в слове «Здравствуйте». Исправить ее очень просто. Помните первое правило? Компьютер не знает, что именно вы хотите удалить или исправить. Ему всегда нужно точно показывать цель. Как это проявляется в данном случае? Всем здесь управляет этот мигающий маркер. Вы знаете, что печать идет там, где он установлен. Сейчас нам нужно вставить пропущенную букву «В». Можно, конечно, все удалить кнопкой «Backspace» и напечатать заново. Но правильнее будет просто вставить букву. Для этого нам нужно переместить маркер в то место, где должна быть эта буква. Сделать это можно с помощью стрелок на клавиатуре или с помощью мышки, просто щелкнув в нужное место. Точно попасть мышкой бывает сложно, поэтому можно скорректировать положение с помощью стрелок. Итак, устанавливаем маркер в нужное место и нажимаем букву «В» на клавиатуре. Затем двигаем маркер вправо до конца с помощью стрелки вправо и продолжаем печать. Восклицательный знак в конце ставится нажатием сочетания клавиш «Shift-1». Что еще нам нужно знать на первом этапе? Клавиша «Enter» осуществляет перевод строки. Клавиша «Delete» удаляет знаки перед маркером. И последний момент. Когда вы закроете программу «Блокнот», появится сообщение с вопросом «Сохранять или нет наш документ?» Нажимаем кнопку «Нет». Пока мы ничего сохранять не будем. Подведем итоги урока. Окончательно его можно понять только на практике. Давайте вспомним основные моменты. Первый. Не забывайте про раскладку. Русскую или английскую. Переключаться придется довольно часто, поэтому привыкайте делать это с клавиатуры. В стандартных настройках это сочетание клавиш «Alt-Shift». Помните про верхний и нижний регистр. Если вы нашли нужный вам символ, например, двоеточие, но вместо него ставится цифра «6», попробуйте нажать эту кнопку с зажатой кнопкой «Shift», и вы получите желаемый результат. Не забывайте про кнопку «Shift». Третий. Всегда помните о мигающем маркере. Абсолютно любое действие происходит только там, где мигает этот маркер. Так что позаботьтесь о том, чтобы его установить в нужное место. И четвертое. Если вы ошиблись, исправьте ошибку. Воспользуйтесь клавишами удаления символов. «Backspace» или «Delete». «Backspace» удаляет символы слева от мигающего маркера, а «Delete» справа. Это легко запомнить. Кнопка «Backspace» выглядит как стрелка влево. Для начала достаточно. Обязательно попрактикуйтесь, попробуйте напечатать какой-нибудь текст из книжки. Когда почувствуете, что начинаете понимать и запоминать основные навыки печати, можете смело приступать к изучению следующих уроков. «Открытие» 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 «Открыты» «Открытие»